так друзья всем привет сейчас я дам небольшую видео инструкцию для тех кто не помнит или забыл как нужно включить бойлер когда у вас отключается горячая вода это часто мне спрашивают мои заказчики смс коми либо звонят потому что ну тяжело запомнить в общем какие краны как должны находиться на трубах так в общем в данном случае у нас два крана горячие и холодные на бойлере они находятся поперек трубы соответственно они закрыты более арестон 50 литров брали мы его в леруа мерлен так то он продается везде но данный более приобретен был там установлена у нас в шахте под ним у нас находятся счетчики краны обратные клапана фильтра и фильтр для того чтобы продлить срок службы нашего бойлера и стиральной машины вот такие специальные фильтра тоже продаются в магазине если кому интересно то можете посмотреть и рекомендую в общем ставить такие фильтра если у вас вдруг жесткая вода это полезно это нужно так и теперь как же нам нужно поступить когда у нас закрывают горячую воду первым делом у нас есть кран горячей воды на стояке экран холодной воды кран холодной воды мы не трогаем перекрываем просто кран горячей воды на стояке это нужно для того чтобы перекрыть поступление горячей воды к соседям то что вы их не спонсировали но даже если у вас стоит обратный клапан при уравновешивании давление в системе кран на обратный клапан просто не работает поэтому рекомендую перекрыть данный кран чтобы уже обезопасить себя наверняка далее открываем кран холодной воды на бойлер экран горячей воды на поле вилка в розетку у меня вставлена я ее никогда не вытаскиваю необходимости в этом нет и вам не советую если вдруг хотите то пожалуйста можете делать в случае чего у вас тут просто есть блок защиты который в случае скачка может предохранить бойлер от скачков далее включаем сам бойлер нажимаем кнопку включить и идет у нас разогрев всей системы сейчас у меня температура в бойлере 40 градусов чтобы увеличить температуру я нажимаю на плюсик и у нас повышается температура 70 80 градусов если вам нужно уменьшить на зома нажимаете на минус пока вот стоит температура 40 разогрев идет до 60 градусов это нужно для того чтобы быстрее нагреть вам воду и чтобы вы могли спокойно ей пользоваться если вам нужна температура уже более горячая вы устанавливаете температуру хоть на 80 хоть на любое значение которые здесь есть и тогда разогрев уже будет происходить до 80 градусов соответственно это будет немножко подольше но уже погорячее но я рекомендую оставлять температуру где-то в пределах 60-50 градусов чтобы можно было спокойно пользоваться водой если вы поставите на 70 расход будет уж горячей воды уже будет меньше так как подмес будет больше идти с холодной воды ну и теперь когда вас наконец-то дают горячую воду что нужно сделать просто нажимаете на кнопку выключить бойлер больше ничего делать не надо здесь вилку я сказал уже можно изредки не вытаскивать и закрываем основные краны на бойлер закрыв основные краны открываем кран на стояке теперь пользуемся горячей водой уже по счетчику то есть она у вас будет уже дороже холодная вода была дешевле ну хоть такое мнение что пользоваться бойлером гораздо дешевле чем пользоваться горячей водой я таких экспериментов не ставил но заказчики у меня эксперимент такие ставили и говорят что выгода в этом есть я пока не знаю но может когда нибудь я сделаю такой эксперимент в общем и проверю но если кто-то из вас сделал такой эксперимент и проверил то пожалуйста напишите об этом в комментариях насколько выгоднее пользоваться бойлером нежели чем горячей водой так ну что ж на этом у меня все всем спасибо за внимание и до новых встреч на канале перестройка 116 всем пока пока и не забываем лайк и подписка на канал перестройка 116 всем пока